Привет, друзья! Сегодня у нас обзор на мой очередной скетчбук. Мучил я его целый год. Не то, чтобы рисовал только в нем, просто он был основным, скажем так, моим скетчбуком за этот год. Много где попутешествовал, ездил на работу, был на Крите. В общем, небольшие комментарии. Скетчбук это питерский. Бумажка здесь достаточно рыхлая, 140 грамм. Как оказалось, рисовать на ней можно абсолютно всем. В той или иной степени она справляется, особенно если склеивать страницы, две вместе, то вполне себе получается ничего. То есть я рисовал и акварелью, и маркерами, и тушью, и брашпенами. Более-менее все как бы путем. Даже удивительно, мне кажется, что ватман держит хуже. При его цене там 500 рублей, по-моему. Очень хороший рабочий скетчбук. Единственное, что вот здесь, проведя ногтем, я сразу же порвал почему-то этот коленкор тоненький. Ну, заклеил обоими. То, что очень хорошо умеют делать многие скетчеры, а я делать совершенно не умею. Пытался как-то оформить. Первый разворот. Ну, ничего у меня из этого не получилось. Ну и черт с ним. В общем, я не бог леттеринга. Скетчбук будет рассматриваться по порядку. Хотя рисовал я его, начиная от середины. Вот это далеко не первая работа. Просто сидел дома, взял акварель, нарисовал с натуры цветы. Нравится, не нравится? Не нравится. Не могу сказать, что остался доволен. Вторым разворотом идет работа, сделанная мной на Крите. Этим летом, которая набрала наибольшее количество лайков в моем инстаграм-аккаунте. Каким-то образом она оказалась в начале скетчбука. Но это здорово. Рисовал я это с натуры. Рисовал я там каждый день. Это было очень здорово, потому что в городе рисовать во время рабочих будней не получается постоянно. Регулярно, вернее. А в отпуске, конечно, это прелестно. То есть, сходив на пляж и пообедав, ты можешь идти пить кофе в поселок. И рисовать там 2-3 часа подряд. Все что угодно. Один, шатаясь по каким-то совершенно странным закоулкам. Нетуристическим. Очень узкая улочка в поселке Аналепсе. Там меня пыталась съесть собака. Машины проезжали буквально в полуметре. Ну, интересный опыт. Единственное, что я могу сказать, что с композицией у меня на пленэре беда. Как-то все это не влезает, честно говоря. То есть, потом, глядя на фотографию, которую я делаю, чтобы еще раз проверить все, что я нарисовал. Я понимаю, что натуру я вижу в целом плохо. Работать еще над этим и работать. Ну, раскрашивал я уже в номере. Не то, чтобы по фото, а так. Основные моменты. То есть, белые стены, синие двери. Это, собственно говоря, вот крит, в моем понимании. Очень хорошая работа. Мне она нравится. Нравится, потому что я прям как-то почувствовал браш-пен. И перешел прям моментально с перевой ручки на него. И прям понял, что очень широкий у него, конечно, охват возможностей. Здесь я занимаюсь тай-дзи. Это ботанический сад имени Цицына в Москве. Очень интересное здание. То есть, оно действующее. Но иногда кажется, что ты находишься в каком-то городе-обезьян. Потому что все стены, заросшие диким виноградом весной и осенью, выглядят как будто бы это старый город, опутанный засохшими лианами. Если к этому добавить еще отваливающуюся штукатурку и облупленные колонны. В общем, впечатление такое неоднозначное. Вокруг абсолютно ухоженный сад, газоны, деревья подстриженные. А само по себе здание такое, прямо скажем, потихоньку умирающее. Это опять Крит. Сидели с семьей в кафешке. У меня вечная проблема с выбором сюжетов. То есть, я порой смотрю на натуру и не понимаю, как это рисовать. Вот это, допустим, очень дальняя панорама. То есть, до этой башни было, мне кажется, метров 300. Все это выглядело каким-то очень далеким-далеким. А вот эти фонари стояли как раз-таки на ближней улице. Через залив. Очень мелкая натура. Но я попытался как бы рисовать. В принципе, получилось интересно. Хотя приходится вглядываться, чтобы рассмотреть какие-то детали там. Раскрашивать не стал, потому что побоялся испортить. Это тоже браш-пен. Зарисовка на пляже. Что еще можно нарисовать на пляже? Очень хотелось, честно говоря, нарисовать обнаженные фигуры в контрастном освещении. Но был не готов. То есть, люди движутся. Нужно вынимать маркеры. Все это как-то быстро рисовать. А на улице плюс 30. И, честно говоря, был не готов. Поэтому он нарисовал стоящий спокойно зонтик с табуреткой и коктейлем. Это зарисовочка там же, в кафешке. Мне не нравится. Потому что почему-то иногда я совершенно не понимаю, как рисовать перевой ручкой. То есть, графика линий мне не нравится. Хотя здесь есть очень интересный эффект. Когда светло-бежевый маркер разъедает серый. Получаются такие разводы очень красивые. Интересное наложение. Тоже аналипси. Музей этнографический. Где-то недалеко. А в Херсоне-Сосе, да. Очень красивая церковь. Она крохотная. Прямо вот буквально зашел, вышел и все. У них очень много таких, я так понимаю, часовенок, стоящих на берегу. Где люди кладут сколько-то денежек, сколько считают нужным. И ставят свечки. Или не кладут денежек. Никто за ними не наблюдает. Камера не стоит. Чисто все по совести. Очень красивое место. Мы попали на праздник. Греческой культуры, по-моему. С танцами и угощением всяким разным. И потом пошли купаться на рядом расположенный пляж. Классно провели время. Это там же печь национальная греческая. Колодец. Это брашпен. Вот есть у него, конечно, такая прелесть. Очень такие прям тончайшие штрихи. Конечно, пером так не сделаешь. Какое бы перо ни было деликатное, не получится. Это тоже Аналипси. Это я пытался рисовать прям все, что вот иду мимо, смотрю окошко. Нарисовал. Горшочек, стоящий в заборе. Нарисовал. Очень, кстати, много цветов. То есть все уставлено цветами. Где бы ты ни находился, везде цветы и цветы и цветы. Вот это, наверное, все-таки мой любимый скетч из той поездки. Долго я ходил по поселку, причем нарезал по одному и тому же кварталу. И хозяин таверни, у которого была фиеста или сиеста, наблюдал со мной и три раза предлагал мне зайти в неурочную, чтобы я что-то у него съел. Но я сказал, что я просто ищу сюжет, и он меня, в принципе, наверное, понял. Очень красивая улочка. Вот это здание, оно имеет неправильную форму. То есть оно вот такое. Сходятся две улицы. И здание треугольное. И на торце у него расположен балкон. Висящее белье и куча цветов. То есть вот это вот, это все в высоту этажа. То есть это первый этаж, это второй этаж. Вот это все огромное просто какое-то скопление дикое, горшков с безумными совершенно цветами. Очень здорово. Вот тоже эффект интересный. Холодный маркер с теплым. Голубой по какому-то вармгрею, по-моему, там пятому или третьему. Красивая получается штука, когда он прям буквально расплываться начинает из-за спирта на этой бумаге. Это я рисовал на пляже в адскую жару. Это тоже я пил кофе в одном из кафешек. Очень классная люстра из канатов. Не знаю, как они это сделали. Ну, провода, видимо, вплетены в канаты. Там пляж, здесь отель. Единственное место в тени, это было устроиться в тени маленького заборчика при въезде в отель. Это выглядело очень странно, потому что на дороге припаркованы автомобили. А я сел буквально при въезде в отель, где заезжают автобусы, на камушке придорожном. И люди, когда на автобусах езжали в отель, как-то странно на меня косились. Мне так показалось, во всяком случае. Ну, не могу сказать, что я в восторге от этого скетча. Разве что вот так. А церковь, конечно, не то. Все не то. Это очень быстрый набросок, буквально пятиминутка. С балкона вокруг отеля, а жили мы на окраине поселка. Кругом были оливковые рощи. То есть, просто все в оливковых деревьях. И здесь я немножко неправильно передал масштаб. То есть, деревья и гора, холм какой-то там чумовой. В масштабе правильные. А вот эти вот постройки немножко я приблизил. Они получились крупнее, чем нужно. Ну и черт с ними. Здесь очень классная штука. Мне понравилась. Это вот я попробовал как раз-таки плоскость тюпера дюка. Нарисовать тени прям сразу же. Очень классно. Это на территории отеля. Вот опять-таки, глядя на фотографию, спустя какое-то время я понимаю, что рисовать на пленере, конечно, надо уметь. Вот это прекрасный разворот. Это я рисовал летом в городе на работе. Это в арке на Курском вокзале. Это на платформе по пути на работу. Это очень яркий пример. И здесь об этом написано. От того, что когда тебе не нравится натура, и ты рисуешь просто потому, что надо, иногда может получиться полная шляпа. Вот это полная шляпа. Я вообще не понимаю, как я мог это нарисовать. То есть мне не свойственно рисовать настолько ужасно. Я могу нарисовать не очень хорошо, но ужасно уже как-то даже неудобно. А я вот прям показываю, что бывает вот такое. То есть ты стоишь на платформе и думаешь, а ну-ка нарисую. Нет, не хочу. Нет, нарисую. Начинаешь рисовать и понимаешь, что не надо было ничего рисовать. Не стал его склеивать, хотя по-хорошему здесь нужно намазать клеем и сделать вот так. Вот это один из первых набросков. Вот это первый, это второй. Когда я в принципе начал рисовать все, что вижу вокруг. Прямо скажу, цена тут нет. Цена тут нет абсолютно. То есть все какое-то коряво, не в масштабе, компоновки нет. В общем, я очень самокритичен. И это, конечно, да. То есть глядя на последние какие-то свои скетчи, не то чтобы это дикий прогресс. Просто я был, как это называется, не заряжен абсолютно. То есть я начинал рисовать, а что, как, почему, пока вообще не понимал. Но тем ценнее этот скетчбук. Да, вот еще один, кстати. То есть вот этот, такие какие-то непонятные корявые штукенцы. Единственное, что мне здесь нравится, вот этот момент. Этот момент просто прекрасен. То есть эта вешалка мне удалась. Мне она нравится. Ну, вот такой сюжетец. Вместо тумбочки в спальне как-то была стопка журналов. Ну, такой быстрый, быстрый скетч. Испортил немножко тенью. Ну, ничего страшного. Вечером кухня, плохое освещение. Намеренно все такое кривое. Попробовал сделать быстрый набросок еды. Ну, не мое. Да и, честно говоря, неинтересно. Тут интересная штукенция получилась. Это сборный из картона автобус стоящего ребенка у младшего на столе. Классная штукенция. Опять Крит. Вид с пляжа. Из-под зонтика. А это я ходил в поселке, нашел старую таверню, которая давно уже закрылась. И там на ее территории огромные вазы по пояс с какими-то умершими деревьями. Они биты. В них там горшки. В общем, очень классно смотрелось. Это тоже, конечно же, с натурой. Тоже, конечно же, там. Не попал в пропорции, судя по контрольной фотографии. Но было интересно. Было интересно. Потому что в этих домиках реально живут люди. И они периодически выходят, садятся на лавочку, смотрят на тебя. Такие интересные бабушки в черном. Они добрые, но очень внимательные. Вот они как раз бабушки эти. Они выносят стульчики, садятся и сидят, смотрят. Потом стульчик поднимают, уходят в комнату. Они какое-то время исчезают. Зарисовочки в кафе. Всяких ваз на стенах, в том числе половинка вазы, прилепленная к стене. Это на обратном пути уже домой. Первый мой скетч в самолете. Такой интересный момент в... Где же это мы были? Издали на экскурсию. Вритимно. Да, это Вритимно. Очень классные там дворики. Вообще, конечно, рай для скетчинга. Это родной Головинский район. Катались с ребенком на велосипедах. Заодно поскетчили. У него, кстати, тоже получилось весьма и весьма себе недурно. Это как раз, по-моему, пришел другой брошпен, который заправляется как деревая ручка. И мы катались. И наконец-то, наконец-то я нашел то, что нарисовать. Очень удачный момент. Мне кажется, эти корпусные тени деревьев, они прям задали вообще все настроение, освещение и так далее. Это на речном вокзале в Москве. Тоже велосипедная прогулка с блокнотиком в рюкзаке. Раскрашивать не стал. Не знаю почему. Иногда совершенно не хочется раскрашивать. Наверное, все-таки очумелый график. А это по пути с речного вокзала. Было весьма жарко. Мы ехали на великах достаточно далеко. Решили остановиться, купить что-нибудь, поесть. А мы с сыном решили быстренько нарисовать вот это. Прямо на газоне у дороги. Пока жена ходила в магазин, мы с ним вот так вот изобразили. Усадьба Михалкова на севере Москвы. По-моему, это даже дом одного из фабрикантов. Очень красивые кирпичные строения с фигурной кладкой. То есть прям очень интересно рисовать. Такая небольшая зарисовочка. Прямо сразу маркерами во дворе. Осень. Контровой свет. Там какие-то листья желтые. Вот, собственно говоря, вот так я склеиваю листы. Чтоб обородок не был виден. На работе отключили свет. Вышел на переулок Обуха. И нарисовал все, что видел. Ну, интересный опыт. Достаточно быстро. Минут 20, наверное, буквально. Ну, какая-то почеботика дома. Мои резные скульптурки из дерева. Это зарисовки в стоматологической клинике, пока ребенку лечат зубы. Очень интересные лавки в виде, не знаю, бронзовой или латунной лягушки. Вот такие головы. И на них лежат, собственно говоря, доски уже. Такие две их. Какой-то непонятный велосипед деревянный детский. Очень смешной интерьер. Это называется опоздав на электричку. Москвичи уже давно на машинах не ездят на работу. Потому что парковаться негде. Поэтому мы рисуем пешеходные переходы через пути на всяких московских станциях железной дороги России. Мандарины. Почему-то не оранжевые. Но здесь, скорее, меня заинтересовала динамика. То есть, очень красивая была ветка с листьями такими уже засыхающими. И, собственно говоря, красить ничего не хотелось. То есть, вот эта динамика сама по себе, мне кажется, ценна. От того, что он станет оранжевым, ничего не изменится. Это зарисовка, опять-таки, эскрита. О цветах. То есть, они выставляют цветы просто, в принципе, просто везде. Вот просто окно и под ним цветы. То есть, мало трех горшков на окне. Нужно еще уставить все внизу. Это очень классно. То есть, вроде бы это уже тротуар. Но здесь встают цветы. Очень классно. Вот я попробовал рисовать акварелью. Но, не домучив акварелью, и уже хотев было, буквально, я не знаю, что там, наклеить лист. Потому что акварель пока не мое. Я взял тоненькие микрокапиллярные ручки и ими доработал. И, в общем-то, вполне себе ничего получилось. Это рисунок с натурой маленькой ракушки. Прямо сразу маркерами. Было очень интересное освещение тепло-холодное. Это рисовал в адской темноте. При одной комнатной лампе. Сидя в каком-то темном углу. Достались мне зеленые чернила. Идельштейн. Не знаю, сейчас говоря, как их использовать. Пытался с кем-то поменяться. Придется, видимо, кому-то подарить. Хороший такой темно-зеленый травяной цвет. Но рисовать ими, не знаю, как-то рука не поднимается. Вот, собственно говоря, то самое строение, где я не попал в пропорции. Когда рисуешь, иногда очень сильно увлекаешься. И зарисовываешься туда, куда надо. Вот оно. Видите, да? То есть я вроде бы для себя все отметил. Крыша, пропорции. Но почему-то оказалось, что все не так. На самом деле все как-то вот так. Все как-то вот так. Это второй уже этюд. Акварель плюс, опять-таки, микрокапиллярные ручки. Ну, несмотря на то, что акварель для меня техника чужая, этот эскиз мне очень нравится. Потому что здесь есть свет. И здесь есть очень красивые, как мне кажется, сочетания различных теплых и холодных тонов. Очень здорово. Но это там же. Очень жарко. Очень жарко. Собственно говоря, это почти все. Вот это нарисовано очень спонтанно. То есть я просто зашел в детскую комнату и увидел, что очень классный свет. То есть шторы зашторены, уже смеркается, а свет из окна подчеркивает силуэты цветов. А листья при этом просвечиваются насквозь. В лучах солнца такого. Очень здорово. Вот это, на удивление, классный эскиз. Мне подарили широкие маркеры Copic White, которым очень здорово зарисовывать фона. Ну и как бы просто сразу же хочется ими что-нибудь крупными мазками зафигачить. Ну, собственно говоря, зафигачил. Слово «паразит» опять-таки, потому что опять-таки повторюсь. Вот начиная некоторые работы, мне кажется, что это провал. Мне хочется их склеить, выбросить, закрасить или заклеить. А потом вдруг они как-то так собираются, собираются, собираются. То есть ты смотришь внимательнее на натуру, понимаешь, где ты накосячил, где не хватает тона, добиваешь, и получается нормальный вполне себе скетч. Поэтому раньше времени не стоит скомкивать листики. Иногда стоит довести. Хотя скомкивать листики тоже полезно. Иногда начать работу заново намного продуктивней. Это последний набросок. И он, собственно говоря, и был последним. Рисовал я из окна, тремя маркерами, бежевым и двумя серыми. Много было рекомендаций и советов довести эту работу с помощью черного линера, пера. В общем, усилить местами где-то, сделать акценты. Но я подумал, что, в конце концов, если я ее сразу не доделал, потом уже влезать, честно говоря, неохота было. Поэтому решил оставить ее как есть. Пусть это будет таким мягким зимним настроением. Ну вот и все. Здесь какие-то технические почеркушки на предмет размываемости чернил. Очень классный получился скетчбук. Очень классный. Жаль даже, что он закончился, потому что, когда ты носишь в кармане вот такую книжицу, гораздо приятнее открывать чистый разворот и что-то рисовать, потому что она уже заряжена. Заряжена как бы твоими эмоциями, настроениями, умениями, неумениями, удачами, неудачами. И рисовать в ней, конечно, гораздо приятнее, чем в новом. В новой это как-то всегда для меня тяжело. Тяжело. В общем, спасибо вам за внимание. Надеюсь, вы не зря потратили свое время. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Надеюсь, что канал будет радовать вас впредь. Всем пока. Чао.